Прежде чем приступить к проповеди, мне хотелось бы сказать несколько слов в продолжении того, что Женя говорил, в продолжении того, о чем молилась сейчас. Однажды мне задали такой полу-риторический вопрос. Почему Бог наказывает Израиль войнами? Почему столько много войн Он допускает? Почему Он так наказывает Свой народ? Я думаю, что этот вопрос был задан, как говорят, не столько от большого ума, сколько от больших переживаний. Потому что это то же самое, что спросить, почему тренер наказывает своих спортсменов тренировками? Почему он не даст им поспать до 12, покушать сытно и ночью ложиться, когда им хочется? Почему Он так жестко их наказывает? Я думаю, проще и разумнее сказать, что Бог допускает войны в Израиле для того, не почему, а для чего. Для того, чтобы сплотить народ, для того, чтобы очистить, для того, чтобы как шелуха с дерева или как, не знаю, пыль свалилась грех с народа. И самое большое, мне кажется, для того, чтобы Израиль не боялся быть, в хорошем смысле, белой вороной. Не боялся говорить, что черное это черное, белое это белое. Несмотря на то, что все остальные, весь остальной мир может говорить, и как он смотрит, как ну-ну-ну делает, чтобы мы не боялись поступать достойно. Правильно, по Писанию, по Туре. И для солдат, для тех, кто боюет, и в Писании описано, есть свои правила. А для тех, кто в тылу, есть тоже свои правила. И вы все знаете правила, которые распространяет Пикуда Орех, которые служба тыла говорит, что нужно делать вот так, вот нужно идти в бобоубежище. Мне хотелось бы сказать три простые правила, как когда-то, помните, Ишуа сказал, есть две заповеди, в которых и законы пророков, в любви Бога и в любви ближнего. Так есть три простые правила для тех, кто живет в тылу, то есть для нас с вами. Когда случаются вот эти сирены, когда ракеты падают вокруг, правило номер один. Не паникуйте. Кто из вас водитель? Многие водят машину. Кому из вас приходилось видеть, как курица перебегает дорогу? Она перебегает дорогу, если стоит вам только посигналить, она развернется и побежит обратно. Она не побежит в ту сторону, потому что там было безопаснее. Не будьте как курица, не паникуйте. Сирена никогда не приходит тогда, когда вы ожидаете ее. Всегда это неожиданно, всегда происходит тогда, когда вы не готовы. Но не паникуйте. Паника это как вирус, она заражает других. Не заражайте других людей гриппом, герпесом или другими вещами. Не заражайте других людей паникой. Не паникуйте. Чтобы не паниковать заранее, посидите дома и подумайте, есть ли сирена, что я должен или должна сделать? Один, два, три. И когда происходит это, просто вспоминайте. Один, два, три. Я делаю это, делаю это, делаю это. И все будет хорошо. Второе правило. Поддерживайте того, кто рядом с вами. Поддерживайте того, кто боится, кто переживает, кто нервничает, кто в страхе. Поддерживайте, потому что нет ничего лучше, чем поддержка того, кто рядом с вами. Вспомните, когда Ишуа шел по морю. И когда Петр попросился пойти ему навстречу. Море бушевало. Было своего рода буря на Кеневете. Когда Ишуа шел, вокруг него было спокойствие. Вода была тихая. Именно поэтому Петр захотелось ему навстречу пройти, почувствовать, вот как это все. Если вы спокойны, когда вокруг все бушует, вокруг вас образовывается такое спокойствие. В пространствах, в котором людям становится уютно. Помогайте другим, поддерживайте других, успокаивайте. Рассказывайте где-нибудь шутки, анекдоты, отвлекайте их. Не заражайте их паникой, а заражайте спокойствием. И правило номер три очень простое. Избегайте пустых, ненужных разговоров. Избегайте говорить о том, в чем мы некомпетентны. То есть, к примеру, какие разговоры могут быть. Почему мы в газу поставляем, электричество, воду, продукты. Они нам поставляют косамы. Мы им по земле, они нам по воздуху. Для чего это сделать? Все им перекрыть, все перестать. Почему наше правительство поступает так, а не так. Нужно сделать вот так, вот и так. Знаете, однажды, как-то лет 8 назад, я тоже бушевал внутри у меня все, когда я думал про эту ситуацию, что происходит, про войны и проблемы. Особенно потом, в 2006 году, когда снова война с Ливаном началась. И так Бог дал, что пересекся с одним человеком, который имеет отношение к политике. И мы просто поговорили. И я увидел из того, что он рассказывал, что оказывается есть море вещей, которые я просто не понимаю. Которые я в своей ситуации, в своей работе, квартире, заботах просто не вижу и не знаю. Которые влияют на то или другое решение политиков, на поведение или на правительство. Самое разумное, это просто избегать таких глупых разговоров. Почему, зачем, да вот нужно так и вот так. Самое разумное, это делать то, что сказано в Писании. Молитесь за политика, за правительство. Молитесь, чтобы Бог им помогал принимать правильные решения, давал им мудрость и водительство. Давал им чувствовать и понимать это все. Молитесь за них, когда даже хочется их обругать. Когда вы молитесь, это то же самое, когда вы помогаете тому человеку, который вот-вот готов упасть. А когда вы ругаете, это то же самое, что вы толкаете того человека, кто падает в спину, вместо того, чтобы ему помочь. Поддерживаете, а не опускайте руки. Молитва всегда помогает. Только давайте перейдем к проповеди. Сегодня мы продолжаем серию проповедей, которую в прошлый раз Дима начал из послания филиппинцам. Давайте откроем. Я специально так сказал. Заметит ли кто-нибудь? Леон, спасибо. Это послание филиппинцам, не филиппинцам. Знаете, два человека, два молодых верующих разговаривали. Вот, которые недавно уверовали. Один говорит, ты представляешь, а в Израиле ничего не меняется. Уже тогда, когда и шоу был, было столько филиппинцев, что пришлось писать для них послания. Очень важно читать Писание, очень важно исследовать его, потому что мы, как написано через Писание, надеемся иметь жизнь вечную. Наша жизнь пролетает очень быстро. Недавно мне казалось, я играл в песочке, сейчас мне оп, уже 40 лет. Сколько еще, не знаю. Но жизнь пролетает вот так. Но Бог создал нас не для этой жизни, а для вечности. Исследуйте Писание, ибо вы через них надеетесь иметь жизнь вечную. Очень важно читать Библию не как роман. Я не знаю, какой там, не знаю, Полины Дашковой или еще какого-нибудь. Не знаю, почему я ее вспомнил сейчас. Или Чейза. Библия – это книга жизни. Это книга, которая пишется с большой буквы. Книга. Ха, бук. Очень важно не просто читать, а изучать ее. Чтобы не искать четвертое послание от Иоанна или второе послание Иуды. Как один очень такой трезвый верующий сказал, что вот Иуда, хоть он и повесился, но все-таки успел написать послание. Чтобы у нас не было таких казусов. Читайте и размышляйте о том, что вы читаете. Чтобы было понятно. Чтобы было понятно, что это говорит вам. Я хочу прочитать те стихи, о чем Дима проповедовал, просто чтобы напомнить. Итак, послание филиппийцам, 3 глава, я прочту с 7 по 11 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сорт, чтобы приобресть Христа и найти с Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога поверит. Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Хочу спросить, кому знакомы эти слова? Кто вот на слух сразу всплывают? Кто их помнит? Просто поднимите, пожалуйста, руку. Я хочу увидеть руки. Кто помнит именно вот эти слова, читал их или слышал, когда я прочитал, оно вспомнилось? Это очень часто читаемое место, но оно очень сложное для понимания. Почему считается, что это послание написал апостол Павел, а апостол Павел был специфическим человеком. Он был с очень высоким образованием, высоким уровнем интеллекта, и с ним он писал так, пытаясь в одно предложение загнать всю информацию, при том быть дотошным в каждой мелочи. Потому что так его воспитывали, таков был его характер. И поэтому, когда читаешь послание апостола Павла, очень нужно медленно и внимательно разобрать, что именно за чем идет. Потому что это очень сложно подчиненное предложение он использует. И иногда в начале предложения, когда читаешь, когда дочитаешь до конца, уже не помнишь, что было в начале. Очень важно размышлять над этим. Скажите, с чем мы сравниваем Писание? Мы говорим, духовная пища, пища, еда. Что такое пища? Это что-то, что мы кушаем, оно усваивается, расщепляется внутри нашего организма и дает нам силу и жизнь. Попробуйте перестать кушать, что произойдет очень скоро, человек умирает. Такова наша природа, так Бог нас устроил. Мы говорим о Писании, что это духовная пища. Точно так же, по аналогии, раз мы говорим, для тела пища нужна, чтобы жить, точно так же, эта пища нужна для духа. Я хочу спросить у вас, скажите, здесь в зале есть вегетарианцы, кто не кушает мясо? Хоть один. Есть? Есть? Тогда я прошу у вас прощения, я сегодня буду говорить про мясо. Представьте, что это что-то вкусные овощи. Кто из вас любит стейк? Хороший, прожаренный стейк? Сочный, крепкий, простите, вегетарианцы. Как вам подают в ресторане стейк? Что подают вместе со стейком? Соусы, ладно, иногда и не подают. А, ну не это. Ладно, но все это важно. Без чего вы не сможете скушать стейк? Вилка и нож. Хоть ты тресни, ты не сможешь скушать стейк без ножа. Даже, я привык, многое продукты кушать только одной вилкой или ложкой. Но стейк без ножа и вилки съесть невозможно. Его просто невозможно весь засунуть в рот, ты подавишься и будет тебе плохо. Ты не получишь никакого удовольствия. Представьте, что вот это место, которое мы читали, это большой сочный стейк. И его сразу нельзя проглотить. Вот мы прочитали, а трудно вспомнить, о чем мы прочитали, потому что там очень много информации. Я еще раз прочту вот эти три стиха, о которых мы сегодня будем размышлять. С конца восьмого стиха. Давайте попробуем, чтобы понять, о чем же здесь говорится. Как стейк по кусочку отрезать и попробовать его съесть, чтобы почувствовать вкус и насладиться тем, о чем говорил апостол Павел. Он не просто так написал эти красивые, торжественные слова. Они действительно звучат очень так серьезно, по-настоящему. Он написал это для того, чтобы рассказать о своей жизненной позиции, о своей вере. Во что он верит, как, чем живет. И это очень важно. Очень важно, даже когда мы читаем, и не очень понятно. Итак, у нас есть нож и вилка. Есть вилка, это сердце, эмоции, которым мы можем взять что-то, принять. И есть нож, это мозг, которым мы можем разрезать и разобрать. С этими двумя инструментами мы попробуем усвоить вот это. И попробуем получить удовольствие от этого сочного стейка. Я прочту еще один перевод, который мне больше нравится, потому что он с иврита. Итак, более того, я вообще все почитаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Ишуа Мессии, моего Господа. Ради него я потерял все. И это все для меня не дороже, чем мусор. Лишь бы приобрести его и обрести себя в нем. Это будет первый кусочек. Лишь бы приобресть его, приобресть Мессию, приобрести Ишуа и обрести себя в нем. Что такое приобресть? Все мы делаем приобретение, да? Покупка. Покупка, что-то вы платите и получаете. Но слово приобресть, оно чуть-чуть выше, чем просто покупка. В Библии где первое это слово употребляется? Кто помнит? Когда Ева родила сына, что она сказала? Приобрела я человека от Господа. Приобретение это когда что-то становится твоим, лично твоим, близким, неразделимым с тобой. Это твое, это твое приобретение. Когда ты за это чем-то платишь, и оно становится твоим. Приобресть кого-то, это означает стать очень близким с ним. Приобресть Мессию, это не означает купить его. Или прийти там пожертвование дать, или что-то. Какую-то вещь заплатить. Соплатить свою жизнь, чтобы приобресть Мессию. Этой цены недостаточно. Приобресть Мессию, приобресть Ишуа, приобресть Христа, это означает принять его, как своего личного спасителя. И наладить с ним близкие взаимоотношения. То есть, когда ты обращаешься к нему, а он отвечает тебе. Приобресть Христа и обрести себя в нем. И найти свое место с ним. С этими отношениями, свое место в этой жизни, свое место в вере, где ты, что ты, для чего ты живешь и что ты делаешь, какой твой путь. Чтобы найти, другими словами, смысл жизни своей. Именно твоей. Не всех людей, не в какой-то нации, а именно твоей личной жизни. Жизни, когда ты живешь, имея близкие отношения с Ишуом. Когда ты молишься, он тебе отвечает. Когда, веря в него, эта вера руководит твоей жизнью, помогает принимать решения. И обрести себя в нем. Следующий кусочек. Я хочу предупредить вас. Какой самый вкусный стейк? Где одно мясо или внутри есть косточка? Специалисты. С косточкой. Следующий кусочек, который мы попробуем отрезать и прожевать, он с косточкой. Будьте осторожны, потому что, когда ты кушаешь стейк и отрезаешь кусок с косточкой, ты должен ее обрезать, иначе сломаешь зубы. А если сломаешь зубы, останется кушать не стейк, а манную кашу, потому что все остальное ты уже не сможешь кушать. И будешь зубы чистить не вот так вот, а вот так вот. Будьте осторожны. Следующая часть, которую мы прочитаем, очень многие люди в этом мире сломали зубы. И потом всю жизнь кушали манную кашу. Я прочту, и вы поймете, о чем говорится. Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона. Нет, я ищу оправдание через веру в Ешуа. Оправдание, которое дается Богом через веру. Вот это та косточка. Когда читаешь, сразу кажется, ага, значит есть оправдание по закону, через исполнение заповедей, туры, а есть оправдание через веру в Ешуа. И это две большие, как говорят русские, разницы. Не могут быть две разницы, есть одна разница. Две разные вещи абсолютно. И ты должен выбрать или это, или это. Вот эта косточка. И об эту косточку очень многие сломали зубы. Очень многие потом должны питаться манной кашей, потому что остальное становится непонятно, как только ты принимаешь вот эту модель. Как только ты принимаешь эти взгляды. Здесь говорится совсем не об этом. Скажите, кто из вас знает, что такое обман зрения? Как это объяснить словами? Что такое обман зрения? Иллюзия. Иллюзия. Мираж. Это когда ты на что-то смотришь, а оно тебе кажется другим, чем оно есть на самом деле. Это как мираж в пустыне. Это как бывают картинки 3D. Я очень люблю смотреть на картинки 3D. Смотришь первый раз, кажется там листики или что-нибудь, когда присмотришься, увидишь, что там на самом деле нарисовано. Иногда, когда слишком поверхностно читаешь Библию, у тебя получается обман зрения. Тебе кажется, что это так, но это не так. Апостол Павел здесь не пишет о том, что есть два оправдания. Он пишет о том, что люди обращают внимание часто на одно и не видят другого. Эти две вещи, одна без другого не существует. Когда вы читаете псалмы, вы встречали такое место, песнь Давида, песнь восхождения, да? Знаете, что это значит? При входе в храм были ступеньки. И когда происходило служение, когда проходили каждую ступеньку, пели определенную песню. И песнь восхождения, это когда шли по этим ступенькам. Знаете, первая часть, о чем здесь говорится, о чем говорил апостол Павел, я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона. То есть, исполнением заповедей Туры. Это вот эти ступеньки, которые ведут к храму. Которые ведут к чему? Я ищу оправдание через веру Иешуа, оправдание, которое дается Богом через веру. Вспомните, что говорил Дима в прошлый раз. Очень многие люди думают и обманываются, что мы достаточно просто поверить. Неважно даже во что. Поверить в Бога, поверить в Его милость, в то, что Он добрый, в то, что Он не может наказывать. Неважно во что. Поверить, и ты оправдываешься через веру. Это вот та косточка, и вот это те зубы, которые выпали. Мы не оправдываемся через веру, мы оправдываемся через дела, но только не наши. Как Дима сказал, мы оправдываемся через дела Мессии. Потому что Он заплатил за нас всю цену. Цену, которую Он платил всей своей жизни. Смертью и воскресением. Очень важно эти три вещи понимать. Потому что многие люди думают, что цена, которая была заплачена, это Голгофа. Это вот этот крест, на котором он получил страдания. Цена платилась с самого того момента, как Он пришел на землю. И до того момента, как Он воскрес. Вот эта цена. И она намного больше, чем мы можем себе представить. Он заплатил цену. Он сделал возможным то, что мы можем иметь спасение. Для чего же Бог дал заповеди? Тот же апостол Павел, дальше, если вы читали его послания все, он писал закон, как детоводитель к Ишуа, ко Христу. Помните эту фразу? Детоводитель это как нянька. Когда ребенок маленький, человек обязательно, ему нужен кто-то, кто его водит. Вот няня, папа, мама, если мы не можем быть с детьми, мы кого нанимаем? Это перед нянем. Чтобы она ходила с детьми. Вот Лиза прекрасно знает, что это такое. Иногда ребенку, кажется, хочется туда, а время идти спать. И это для него здорово. Бог дал заповеди, чтобы сохранить людей и привести их к пониманию того, что сами они как не стараются, не могут спастись. Это было запланировано от самого начала. Он послал своего сына, чтобы заплатить цену, чтобы дать людям искупление. Это очень огромная вещь, и это трудно вместить в голову свою, чтобы понять, что именно Бог сделал из любви к нам. Другими словами, Он сам страдал, чтобы нас спасти. Чтобы дать нам возможность избавиться от грехов. Нужно ли исполнять заповеди или просто верить в Бога? Я хочу прочитать то, что сам Ишуа сказал. Лучше всего, как говорил один профессор, обратиться к первоисточнику. Откройте Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. Это знаменитая Нагорная проповедь, и это место знают все. Ишуа говорил, не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. То есть, пока люди живут на земле, заповеди Божии неизменны. Меняется толкование их людьми, но заповеди Божии неизменны. И Тора неизменна, и спасение одно. И то, что Ишуа сделал, вера в Него, она едина вместе с Торой. Их нельзя разорвать. Это как ступени и храм. Одного без другого не бывает. Нельзя перепрыгнуть сразу в храм, нужно подняться по ступенькам. Нельзя просто верить в Ишуа и ничего не делать. Вера, помните, это ключевую фразу, без дел мертва. А мертвое, оно разлагается и воняет. Именно поэтому очень много людей, которые говорят, что они верят в Бога, поступают очень некрасиво. Потому что дела их не поддерживают веру. И она уже начинает вонять. Вера без дел мертва. Нельзя верить и ничего не делать. Это естественно. Костя, как называется твоя группа в Фейсбуке? Ученики Ишуа. Так мы себя называем. Мы называем его последователями. Мы называем себя... Все верующие люди называют себя христианами, следователями Христа, последователями, учениками. Ученики. Что делает ученик? То, чему учит его учитель. Он делает и пытается подражать своему учителю. И Ишуа говорил, когда был на земле, делайте, как я, поступайте, как я. Подражайте мне. Апостол Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. Своей жизнью показывайте вашу веру. Доказывайте. И не только просто показывайте, старайтесь. Это естественно. Естественно, если вы занимаетесь физическим трудом и очень много работаете, естественно, что вы будете потеть и от вас будет плохой заповедник. Это естественно. Это нормально. Ненормально, когда вы не моетесь или не пользуетесь дезодорантами. Естественно, когда вы верите в Ишуа, в его жертву, и вы стараетесь жить по его заповедям. То есть, стараетесь исполнять заповедь Божия, исполнять закон. Но надежда ваша уже не на то, что вы что-то сделали, и вы хорошие, белые и пушистые. А вы начинаете понимать, что этим человек не может оправдаться, а только тем, что сделал Ишуа. Итак, я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями исполнения закон. Нет, я ищу оправдание через веру в Христа. Это оправдание, которое дается Богом через веру. Я думаю, это самое огромное чудо, которое вообще могло произойти, когда Бог принял вот эту модель, чтобы за людей кто-то заплатил. И поняв, что реальную цену не может никто заплатить, он заплатил сам. Мне трудно понять это все. Потому что мы люди, мы копошкиваемся здесь на земле, и высокие материи для нас совершенно непонятны. Именно поэтому Бог говорит, все немножко ограничено. Он не говорит о вселенной, он не говорит о будущем, что будет дальше. Он не говорит о том, в Писании, что будет, когда мы будем с Богом на небе. Он не говорит об этом, потому что нам будет сложно это все понять. Бог намного выше, чем мы можем себе представить. И самая большая ошибка, которую мы часто делаем, когда мы утрируем представление в своей голове о Боге, пытаемся его как-то представить. Не знаю, как там, трилистник или это, или это, все это. Я не побоюсь этого слова чепуха, потому что Бог намного больше. И даже для того, чтобы мы что-то поняли, Ишуа использовал притчи, говорил на нашем языке, чтобы нам было понятно вообще, о чем идет речь. Что он делает, почему, для чего. И придя к тому пониманию, что только веря в то, что Бог заплатил за нас цену, мы получаем спасение, мы не только получаем спасение, и это понимание, мы получаем жизнь. Эта пища дает нам жизнь. Давайте следующий кусочек попробуем отрезать. Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона. Нет, я ищу оправдания через веру в Христа, в Ишуа, оправдания, которые дается Богом через веру. Далее апостол Павел говорит, я хочу одного, знать Иисуса Христа, Ишуа Месси. То есть, познать силу Его воскресения и разделить Его страдания, уподобляясь Ему соучастникам смерти, в надежде, не достигну ли как-то и я воскресения мертвых. Это все одно предложение, это все один большой кусок. Попробуем его разделить, чтобы понять. Итак, я хочу одного, знать Ишуа Месси, знать Иисуса Христа. То есть, и дальше он поясняет, что это означает. Познать силу Его воскресения. Апостол Павел говорит о том, что он всю жизнь стремился исполнять закон, поступать по туре, исполнять все заповеди. И Дима читал о том, как он говорил о себе, по правде непорочной, по заповедям и исполнению закона, я еврей из евреев, фарисей, воспитанный очень серьезно и очень строго. Я все делал как надо, но я понял, что этого недостаточно, и это все шелуха. Без того, что сделал Ишуа Мессиа. От этого я отказался, я уже об этом не думаю, хотя раньше для меня это было важно. Сейчас для меня важно то, что сделал Он. И я пытаюсь это понять. Другими словами, это то, что мы сейчас прочитали. Он пытается понять, я хочу одного, знать Иисуса Христа, то есть познать силу Его воскресения. Это первая часть. Знать Иисуса Христа. И дальше он использует слово познать. Вы знаете разницу между словом знать и познать? Знать, это я могу знать, например, что электричество обладает такой силой тока, таким сопротивлением и прочим, но оно где-то вот там. А познать, это когда я ухвачусь, за это меня потрясет. Познать, это когда я могу под микроскопом рассмотреть движение электронов. Познать, это когда ты на своем опыте что-то узнаешь. Не зря, когда Бог создал Адама и Еву, сказано, и Адам узнал Еву, познал Еву. Они стали одной плотью. Они стали, слились в одно через интимные отношения, через соединение духовное, душевное, всякое. Познать, это что-то узнать на своем личном опыте. Можно знать о Боге, можно знать всю теорию, можно быть профессором теологии. Но если Ишуа не твой личный опоситель, если у тебя нету с ним личной связи, то ты о нем знаешь, но не познал. Личные отношения, это означает познать. Только личные отношения. Без этого остальное все не имеет смысла. Помните, когда, эту фразу, которая сказана, ты веруешь, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Бесы тоже верят, но у них нету спасения. А в чем разница? Они знают прекрасно, что сделал Бог. Они прекрасно знают Его планы. Они прекрасно знают Его величие, они боятся Его. Но они не познали Ишуа, они не познали спасения, они не познали Бога. Они знают, но не познали. Апостол Павел пишет, я хочу одного, знать Ишуа Мессию, знать Иисуса Христа. То есть, познать, обратите внимание на следующее пару слов, силу Его воскресения. Я не очень люблю символы, я не очень люблю лозунги, девизы. И, может, поэтому мне сложно смотреть на изображение креста. Потому что самое большое, что сделало Ишуа, это даже не то, что Он умер на кресте, а то, что Он воскрес. Если бы Он не воскрес, у людей не было бы спасения. У людей не было бы ходатая, у людей не было бы возможности иметь спасение. Помните эту фразу, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетно-тщетная вера вашего еще во грехах ваших. Силу Его воскресения. Об этом апостол Павел говорит, подразумевая то, что факт, что Ишуа воскрес, и Он с Богом, факт, что Он наш защитник, Он наш адвокат, и при том самый крутой адвокат, которого не может быть лучше перед Богом, и никакой клеветник не может оклеветать нас. А вы знаете, что происходит, кто клевещет на людей, как и на людей. Помните, как на Адама и Еву, как на Иова, историю с Иовом, книгу Иова читали, когда пред Богом кто-то приходил и все время клеветал на него. Точно так же происходит и с людьми, с каждым из нас. И у нас есть адвокат-защитник, который нас защищает. Если только это наш адвокат, а не тот, о котором мы знаем, но не имеем с ним связи. Если у нас с ним есть личные отношения, Он наш, и мы Его. И Он наш Спаситель. Силу Его воскресения. Воскресение Ишуа из мертвых дало людям огромнейшие возможности. Огромнейшие. И в глазах Бога, и в глазах ангелов, и у нас самих. Мы не до конца этого понимаем. Мы пытаемся это понять. Мы размышляем об этом. Я думаю, придет время, когда это откроется в полной мере. Это именно то, о чем мечтал и желал апостол Павел. Познать силы Его воскресения. И есть что-то, что связано с этим. Это все нераздельно. И разделить Его страдания. Как мы можем разделить страдания Ишуа Мессии? Мы можем пойти с Ним на крест. Мы можем пройтись по улицам, чтобы нас плевали. Или что-то еще. Как? Испытания. В какой-то мере, да. Но есть большой плюс. В том, как писал апостол Павел. Он сам давал же и подсказки. Давайте дальше прочитаем. И разделить Его страдания, уподобляясь Его соучастием в смерти. Здесь не говорится о смерти физической. Здесь говорится о смерти, когда человек отказывается от себя. С самого момента, как Ишуа пришел на землю, его жизнь ему не принадлежала. И он знал это. Он отказывался от того, что хотелось ему. И делал то, что хотел Отец. То, что говорил ему Бог. То, что он должен был делать. Вспомните хотя бы, какой молитвой он молился перед своей физической смертью. Если возможно, доминует меня чаша сия. Почему в посланиях, в Писании очень много говорится о смерти. О подражении Ишуа через смерть. Когда мы живем не для себя. Когда мы живем для Бога. Когда мы стараемся оставить все свои грехи. Все свои проблемы. Все свои минусы позади. То вместе с этим мы не можем оставить свою жизнь, как она есть. Ишуа сказал, кто сохранит свою жизнь, тот потеряет ее. А кто потеряет свою жизнь ради меня, тот приобретет ее. Если вы живете для себя. Если ваша голова, ваши мысли, сердце полны своими переживаниями. Своими мыслями, своими взглядами. То это не тот образ жизни, который вел Ишуа. Для него важнее было другое. Он был способен это сделать. Потому что он был Сыном Божьим. Вопрос, способны ли мы это сделать. Ответ очень простой. Да, при одном условии. Если он дает нам силу. Люди по своей природе не способны поступать сверхъестественно. Я сейчас не имею ввиду супергероев, которые там летают, стены проходят и прочее. Сверхъестественно это когда ты делаешь что-то, что заставляет всех людей, это увидевших, замолчать и восхититься. Когда ты прощаешь тогда, когда невозможно простить. Когда ты на зло отвечаешь добром. Когда хочется уничтожить всех врагов, озвонят им и говорят, выйдите из вашего дома, потому что мы должны его разрушить. Когда ты становишься выше, чем свои желания. Когда ты становишься выше, чем то, что тебе хочется. Когда ради другого человека ты способен переступить через себя. Это можно сделать, но только тогда, когда Бог дает себе силу. Потому что он знает, как это сделать. И он может это сделать. Разделить его страдания, уподавляясь его соучастием в смерти. Не зря апостол Павел пишет, разделить его страдания. Это нелегко. Легко говорить об этом. Но это нелегко оставить свои желания. Поставить их на номер 3 или 4 или 5. А на номер 1 поставить что-то другое. И не раз это сделать, а перевернуть свою жизнь. Без его помощи, без того, что у тебя есть личное отношение с Богом, с Ишу, это невозможно сделать. Просто невозможно. Вы будете притворяться. Будете лицемерами, как пытались делать фарисеи. И Ишу сказал о них вну. Вы как гробы пустые. Снаружи красивенькие, а внутри воняет. Не будьте такими людьми, которые называют себя верующими. А внутри полны всяких нехороших вещей. Зависти, злобы, раздражения, прелюбодеяния. Полны желания испытать удовольствие от своих грехов, которые ваши остаются. Только тогда, когда вы оставляете свою жизнь и ищете того, что Божье, тогда Бог вам дает полноту жизни. Тогда Он дает настоящую радость. Тогда, как будто умерев для себя, вы воскресаете для жизни. И это очень... Это нельзя описать словами. Уподавляясь Ему соучастием в смерти. В надежде, не достигну ли как-то и я воскресения мертвых. Почему Он сказал в надежде? Он что, не уверен в то, что Его Ешуа спасет? В надежде, не достигну... То есть, другими словами, в надежде, не буду ли, не воскресну ли я вместе с Ним. В нашем мире очень популярно лозунги, провозглашения. Я спасен, все прекрасно, моя жизнь отличная, хоть и до моей. Это очень популярно. Популярна поза. В сии пребывают три. Вера, надежда, любовь. Любовь из них больше. Знаете этот стих? Вера и надежда, это две сестры. Их нельзя различить. Нельзя разделить. Если ты во что-то веришь, это означает, что ты чего-то ожидаешь. Чего-то, что ты не видишь, не можешь подтвердить. Ожидая что-то, ты надеешься. И чем важнее, чем серьезное обещание, чем больше оснований верить, тем сильнее надежда. Но это все-таки надежда. Ты надеешься, когда придет время исполнения, надежда перестанет существовать, потому что это уже исполнилось. Когда придет Мессия, в надежде отпадет нужда. В вере отпадет нужда. Не нужно будет верить, потому что вот он пришел. Вы можете слышать это, понимать, знать. Останется только любовь. Пока же в надежде не достигну ли как-то и я воскресения мертвых. Я скажу такую вещь, что уверенность, а особенно самоуверенность, это тот камень преткновения, на котором очень многие люди спотыкаются. Все спотыкались как-то когда-то, просто идя по улице. Это очень неприятное ощущение, особенно когда ты идешь в сандалии и спотыкаешься по какой-то камешек, разбиваешь себе ноготь и хочется назвать камешек не камешком, а чем-то другим. Мы спотыкаемся все. Самоуверенность – это тот камень преткновения, о котором чаще всего мы спотыкаемся. Очень важно не просто что-то делать, стараться хорошо делать, но и проверять самого себя. Очень важно, когда ты веришь, надеяться. И надежда твоя будет, чем больше у тебя положительного опыта, чем больше Бог тебе отвечает, чем больше ты живешь с Богом, тем сильнее и крепче твоя надежда. Я хочу знать, что ты не будешь кричать, потому что это что-то личное и большое внутри твоего сердца, которое дает тебе силу жить, поступать, любить. Я хочу одного – знать, что Мессия, Иисуса Христа, то есть познать силу Его воскресения и разделить Его страдания, уподавляясь Ему соучастием смерти. В надежде, не достигну ли как-то я воскресения мертвых. Апостол Павел говорил о всей своей жизни, о принципах, о том, как он жил, что он чувствовал. Я надеюсь, у нас получилось разрезать этот стейк, как-то съесть его, и он будет вкусным. Размышляя о нем, переваривая, и он даст нам силу жить, поступая так же. Амин. Спасибо, Саша. Я знаю, что тема и с филиппийцем непростая, но это стихи, которые важно понимать, особенно для того, как мы живем. Я хотел привести простой пример. Вот ступеньки, вот у нас здесь ступеньки, и можно вот так переступить ступеньки. Но лестничную площадку невозможно переступить, согласны, да? У кого длинные ноги, могут две-три ступеньки переступить, но лестничную площадку не могут переступить. Вот лестничная площадка, это вот Божья истина в начале заповедей, в начале постановления Туры. Потом Божье требование к тебе, это исполняй, это правильно. Потом Бог дает нам веру и силу, чтобы мы могли это исполнять. Но, разумеется, все равно мы полагаемся на то, что там, на самой верхней площадке, еще совершил для нас заповеди Его. Он для нас, то есть Он совершил, Он покрыл нас. Дела Его ради нас, в них мы веруем. Это основная идея. Ладно, мы будем заканчивать. Я надеюсь, сегодня было много сказано, много услышано. Что осело, то осело. Давайте мы все встанем, помолимся еще раз и закончим служение. Небесный Отец, мы просим у Тебя, чтобы в нашей жизни мы могли исполнять определения Твои. Я молю Тебя, Господь, чтобы каждый из нас совершенно полагался на ту милость, которую мы можем получать непосредственно от Тебя, из-за того, что Ты еще сделал ради нас. Но, чтобы каждый из нас не был хафифником, не был халявщиком, но старался, прилагался исполнять то доброе и вечное, что определили священные писания. Таким образом, мы можем быть действительно светом, а не лицемерами. Мы не хотим быть лицемерами, мы хотим быть светом. И я молю Тебя, Господь, чтобы сверхъестественное присутствовало в нашей жизни больше, чем это было раньше. Мы продолжаем просить о милости для нашего народа, для армии, покрытия. Мы просим, Господь, за детей, которые поедут в Польшу, Господь, храни их, благослови их, защити их. Дай, Господь, Твой, Господь, покров и Твою охрану и защиту. И всем нам, дай, Господь, пройти следующую шавуа басимха. Мы просим у Тебя, благословения. И варех лиха, Адонай, ваишмириха. И яер, Адонай, панавелиха вихонеха. И са, Адонай, панавелиха. Ваясем лиха шалом. Вашем ישуа, хамешия. Амин. Шабет шалом всем. И шавуа טוב.